Директора департамента транспорта Омска Виталия Маслика отправили в отставку. На его место назначили Алексея Мартыненко, руководившего пассажирским транспортным предприятием номер 8. Правда, поздравлять его с новой должностью или посочувствовать так и не смогли определиться депутаты Омского городского совета. Руководил прибыльным ПТП, а теперь встал у руля убыточного департамента транспорта Омска. Ну а сам Мартыненко, не успев заехать в свой новый кабинет, представил парламентариям стратегию спасения муниципального транспорта. Чиновник предложил несколько вариантов, в том числе со временем забрать 63 маршрута у частных перевозчиков, тогда пассажиропоток увеличится с 30 до 60%. Правда, оговорился, что на это может не хватить муниципального транспорта. Кроме того, новый руководитель транспортного предприятия предложил постепенно перевести всех частных перевозчиков на регулируемые тарифы и сохранить стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях в 22 рубля. Однако на субсидирование транспорта придется выделять 853 миллиона рублей, а на 2017 год в городской казне предусмотрено всего чуть больше 250. В декабре на внеочередном заседании Горсовета парламентарии определятся, как именно спасать общественный транспорт, обещают рассмотреть вариант частного государственного партнерства. Мы этот вариант проработаем, но на сегодняшний момент скажу, что законодательство, исходя из моих познаний, которые у меня на сегодняшний момент есть, говорит о том, что непозволительно в данной ситуации такое партнерство. По одной простой причине. Мы будем отвечать за частного перевозчика, за партнера, всем своим имуществом. В данной ситуации я считаю, что это не совсем логично. Наиболее оптимальный вариант один – оставить стоимость проезда 22 рубля и сохранить муниципальный транспорт. Ну а одним из первых Алексей Мартыненко с назначением поздравил уже экс-директор департамента транспорта Виталий Маслик. Пожелал удачи и отправился руководить ПТП, где работал Мартыненко. Такая вот перемена слагаемых.